Ребят, всем привет! Я очень рада вас видеть. Сегодня понедельник, а значит мы начинаем наш осенний марафон. Нас целых 50 человек, и это очень здорово и даже немножко волнительно. Вот. С чего мы начнём? Начнём мы с цвета и с осени, как ни странно, потому что осень за окном, и вообще марафон осень. Так вот, начинаем мы с цвета и что о цвете, какое задание я бы хотела вам дать. Сейчас немножко теории, а потом задание. Совсем чуть-чуть, капля. Это займёт немного времени. Итак, сейчас на экране мой любимый цветовой круг Итана. Это, в общем, универсальная подсказка такая и очень полезная штука для понимания цвета и правильного сочетания цветов. Смотрите, все цвета делятся на два вида, так скажем. Это холодные цвета, да, которые лежат по левую сторону. И тёплые цвета, которые лежат по правую сторону. Это травянистый, да, зелёный, жёлтый, оранжевый, красный. И, в общем, его градации какие-то. Это важно понимать. Почему? Потому что для меня осень делится на два типа тоже. На холодную и на тёплую осень. Я подобрала несколько картинок, и если вот мы на них посмотрим, то осень бывает такая очень тёплая и уютная, жёлто-оранжево-красная с вкраплениями зелёного. Либо она бывает такая очень мрачная, да, как вот на верхних картинках, такая туманная, очень сине-зелёная такая и холодная. Задание будет заключаться в том, что нужно будет снять свою осень по цветам именно. Снять её либо тёплую, либо холодную. Что для этого нужно сделать и какие цветовые схемы использовать? Их довольно много, но мы остановимся на, наверное, двух. Я хочу, чтобы вы взяли аналоговую цветовую схему. Что это значит? Это значит, когда вы берёте три расположенных, три, четыре, два расположенных рядом цвета. Например, я хочу взять травянистый зелёный, жёлтый и оранжевый. Или я хочу взять красный, такой вот красно-оранжевый и оранжевый и использую их. Либо я беру синие оттенки или сине-зелёный и использую их. Опять же, как на этих картинках. Смотрите, все, ну практически все они, да, сняты по такой схеме, когда у нас цвета лежат очень близко друг к другу. То есть есть какие-то, да, ну максимум оранжево-зелёные какие-то или красно-зелёные картинки, которые чуть больше отходят. Но принцип у всех один, ну вот за исключением вот этой, но об этой схеме сейчас я тоже расскажу. То есть мы с вами берём и используем близкие друг к другу цвета. Это не обязательно должны быть супер насыщенные, да, и оранжевые цвета, как вот здесь на картинке. Это могут быть и очень спокойные цвета, как вот здесь, да, или вот здесь листок, допустим. То есть это уже всё на ваш вкус и цвет, как ни странно. И также можно использовать вторую схему, как вот на этой картинке, да, когда у нас используются жёлтый и синий. Такая схема называется комплементарной. Она себя представляет два противоположных цвета на круге. То есть я беру синий и там жёлто-оранжевый. Или я беру зелёный, да, и красный. Такую схему вы тоже можете использовать. В общем, на выбор вам две схемы. Аналоговая или комплементарная. Но я всё же зааналоговую, чтобы разделить нашу ось на тёплую или холодную и посмотреть, кто какой с ним. Вы можете снять и портрет, и предметную съёмку, и что-то, какое-то окружение, да, и город, и лес. В общем, всё, что угодно. Можете снять какую-то вот такую дичь. Вполне это возможно. И я это очень приветствую. В общем, это всё на ваш вкус и цвет. И котиков, и можете дождь снимать, и окно с дождём, и кружка кофе. Всё это можно снимать, но только давайте делать не банально, а как-то интересно, да. Единственное исключение, которое нельзя снимать, это людей, лежащих в листве. И подкидывание листьев. Вот это запрещено делать. Давайте как-то разнообразить нашу жизнь, не только подкидывать листья и валяться. Какую осень снимать, грустную или весёлую, это тоже на ваш выбор. Смотрите, если у вас нет солнца за окном, вообще это не значит, что не надо снимать. Можно снять грустную осень, холодную осень, с дождём, с зонтом, с сапогами, этими жёлтыми, с дождевиками, в общем, всё что угодно. И с грустной осенью тоже можно сделать тёплую и домашнюю такую снять. Допустим, если у вас дождь окном, как у меня сейчас, то можно снять дома такой вот тёплый, тёплую такую раскладку, которая будет освещена равномерным светом из окна, таким мягеньким, очень хорошеньким, и получится очень тёплая, уютная фотография. Можете снимать какое-то ретро, вообще всё что угодно. Важное правило. В нашем марафоне нельзя будет повторяться. То есть, если кто-то выложил уже какую-то идею с фотографией, да, то есть выложил фотографию, и вы видите, что ваша фотография похожа на предыдущую, то вам нужно будет переснять. Вы можете, конечно, этого не делать. Это всё на вашу совесть остаётся, но я вам советую переснять, чтобы наши идеи не повторялись, чтобы мы смотрели на идеи друг друга и больше-больше думали, и больше смотрели. Так будет расти ваша насмотренность, будет расти ваша фантазия, и это очень здорово, это очень хорошо помогает. Итак, ещё раз подведём итог, наш маленький итог. Мы снимаем осень, снимаем её тёплую или холодную. Как я уже объяснила, цвета делятся на тёплые и на холодные. Снимаем по двум схемам. Либо по аналоговой схеме, когда вы подбираете рядом лежащие цвета, такую палитру себе составляете. Либо мы используем комплементарную схему. Это когда вы используете два противоположных цвета в круге. Подобрали цвета, подобрали палитру, собираем реквизит. Думаем, что мы хотим снимать предметку, какие-то детали, может быть портрет человека, может быть человека в среде, может быть просто природу, может быть уточек, листья, что угодно, может быть какой-то минимализм. Всё-всё-всё-всё, что угодно. Всё это собираем и идём снимать. Я буду выполнять задания вместе с вами. У меня уже есть одна маленькая идейка. И выкладывайте свои фотографии в Инстаграм. Отмечайте меня, я буду их репостить себе, будем их обсуждать. И у нас с вами сейчас появится ещё чат, где мы будем общаться. Вы можете там задавать вопросы. И туда же мы будем скидывать фотографии. И потом я буду их там отсматривать. И мы будем их обсуждать. Вот такие дела. Я рада вас видеть на осеннем марафоне. Надеюсь, вам понравится, будет интересно. И мы посмотрим, как кто снимает. И может быть кто-то прокачается. Это здорово. Кто-то просто покайфует и поснимает для себя. Мне кажется, это прикольно, потому что, когда я участвую в разных марафонах, это такой пинок для того, чтобы что-то снять, что-то выложить, чтобы тебе дали какую-то обратную связь. И, в общем, в принципе, поделиться с другими людьми своими работами. Это очень здорово. Поэтому, не важно, кто вы, не важно, на что вы снимаете, просто снимайте. Я буду рада.